Выборка репрезентативной группы Социологические данные – это не количественное выражение протекающих процессов или уровней отношений, а качественное определение некоторых общих тенденций. Далеко не каждое социальное явление или отношение столь содержательно, чтобы для его исследования можно было использовать анкетирование. Но во многих случаях исследователю не требуется слишком большая точность в градациях. В этих случаях можно использовать анкетирование. Сначала необходимо определить структуру генеральной совокупности, определить тип выборки, ее объем и возможные ошибки при выборе репрезентативной группы. Репрезентативная группа должна в миниатюре отражать действительные характеристики некоторой части населения. Существует общая закономерность. Чтобы удвоить точность, размер группы нужно увеличить в четверо. Для большинства опросов 1200 человек является репрезентативной группой для обеспечения надежной количественной оценки тенденций, существующих в национальном масштабе. Наиболее часто для выбора репрезентативной группы используется процедура вероятностного подхода. Вероятностный подход применяется при соблюдении следующих условий. Первое. Все элементы генеральной совокупности одинаково доступны. Второе. Все они имеют равные шансы попасть в выборку. Третье. Их отбор производится строго случайным образом. Теория выбора репрезентативной группы основана на математической теории вероятности. Она дает каждой единице внутри целого равную степень вероятности того, что она будет выбрана для исследования. Все члены общности образуют единое целое. Нужно, чтобы каждая единица была известна, внесена в список, пронумеровано, чтобы все единицы имели одинаковые шансы быть выбранными. Однако это дорогая и сложная процедура. Если рассчитать выборочные средние по всем возможным одинаковым по объему выборкам, какие только могут быть сформированы из одной и той же генеральной совокупности, а затем рассчитать среднее арифметическое всех выборочных средних, то полученное значение будет в точности соответствовать генеральной средней. Соответственно, выборочная средняя по одной случайно сформированной выборке будет с определенной вероятностью находиться в определенном интервале вокруг генеральной средней. Сам этот интервал и есть величина случайной ошибки выборки. Поскольку данная величина ошибки является предельно допустимой, то это и есть предельная ошибка выборки. Средняя величина случайной ошибки выборки, то есть средняя арифметическая всех отклонений выборочного среднего от генерального среднего, зависит от двух параметров. Это разброс значений признака по генеральной совокупности и объема выборки. Если выборка абсолютно случайна, а ее объем достаточно большой, то разброс значений какого-либо признака по генеральной совокупности должен соответствовать разбросу значения этого признака по выборке. Тогда получаемые значения распределяются строго в соответствии с законами теории вероятности, важнейшими из которых является закон нормального распределения, суд которого состоит в том, что при достаточно большом числе единиц анализа и абсолютно случайном их отборе, 68,27% значения интересующего исследователя признака расположены в пределах стандартного отклонения от среднего архиментического значения данного признака. Наиболее часто встречающаяся сложность – это нарушение репрезентативности. Выборочная совокупность всегда несколько отличается от генеральной совокупности. Еще больше отличия наблюдается уже после опроса из-за отказа части респондентов отвечать на отдельные вопросы. В зависимости от характера и формы вопроса, соотношение групп респондентов по признакам варьируется. Комбинированный, табличный, мотивационный и другие вопросы имеют, как правило, больше отказов от ответов, чем фактологический. Еще больше отказов имеют открытые вопросы. Если учесть, что на открытый вопрос отвечает, как правило, от 40 до 70%, то можно представить, какая разница будет в выборочной совокупности отвечающих на закрытые и открытые вопросы. Фактически, ответы на открытый вопрос характеризуют не генеральную совокупность и даже не выборочную, а свою собственную. Естественно, это сказывается на распределении ответов респондентов по открытым и закрытым вопросам. Разницу в ответах на открытые и закрытые вопросы дает иногда и неправильный подсчет голосов в их процедурном и процентном выражении. Поскольку на открытый вопрос отвечает меньше респондентов, то, соответственно, процент, ответивший по той или иной позиции, если взять его от общего числа опрошенных, будет меньше. В этом случае необходимо брать процент, ответивших на ту или иную альтернативу не от общего числа опрошенных, а от общего числа, ответивших на данные, закрытый или открытый вопрос, или брать его от общего числа предложений, высказанных респондентами. Хотя и в этом случае разница в ответах не исключается полностью, но она уже имеет другую природу. Продолжение следует...